Девушки отдыхают Дождя сегодня нет, поэтому радугу можно увидеть только так Смотри! Как красиво! Но я хочу увидеть большую радугу, как у тебя на рисунке Тогда придётся дождаться такого дня, когда и дождь идёт, и солнце светит Дождь и солнце одновременно? Лунтик, кажется, так не бывает Бывает, но редко Мы можем сами попробовать сделать дождик Ну, готова увидеть радугу? Ага Раз, два, три Ой, эй! Кто это сделал? Привет! Привет! Это мы Мы пытались сделать дождь, чтобы увидеть радугу А, ясно Чтобы сделать дождь, надо просто... Эй, Вупсень! Чего ты меня не ищешь? Эй, надо просто помахать большим лопухом Правда? И тучи появятся Эй, зачем? А, да-да-да-да-да-да! Если помахать листьями, поднимется ветер А ветер пригонит тучи Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Тучка, тучка, приходи! Прилетай скорее! Дождик к нам принеси! Будет веселее! И где же ветер, туча и дождь? Чтобы получился ветер, надо еще и бежать Быстро-быстро! Ай! А-хо-хо-хо! а мы хотим поднять ветер чтобы он пригнал тучи тогда пойдет дождь и мы увидим радугу дождик и мне нужен чтобы полить мои цветочки давайте мы вам поможем мы тоже решили вам помочь не останавливайтесь дождь вот-вот пойдет тучка тучка приходи прилетай скорее дождик нам принеси будет веселее тучка тучка приходи прилетай скорее дождик нам принеси у меня руки устали будет веселее меня тоже но нужно постараться мы пошутили ахахаха вы попались как пошутили это была шутка ай ой ай эй это была плохая шутка почему нам же было весело вы нас обманули а вы первые начали и полили меня водой мы же случайно так мы что зря старались добрый день ребята а почему вы такие грустные корней корнеевич мы хотели увидеть радугу но у нас ничего не получилось и мы из-за этого чуть не поссорились нет ссориться это никуда не катится давайте лучше вместе подумаем почему возникает радуга потому что лучи солнца светят сквозь капли дождя которые висят в воздухе и капель должно быть много-много больше чем когда льешь воду из кувшина вы все правильно сказали теперь мы с вами сможем сделать большую радугу ура ура немного терпения ребята помогите пожалуйста откройте там воду а сейчас все вместе поднажали ура 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 смотрите радуга ух так здорово настоящая радуга спасибо корней корнеевич сегодня мы узнали что знание терпения и совместная работа позволяют сделать нечто прекрасное и даже радугу ура я лунтик я снова с вами орех ух ты что это не знаю и не камень и не мячик какая-то странная штука спорим я ее достану эй эй Ты не такой, Миша! Опа! Давай ещё немножечко! Давай! Пупсень, Пупсень! А что это вы делаете? Вот, пытаемся выкатить эту штуку из ямки! Похоже на орех! Съедобный? Не знаю! Давайте выкатим и рассмотрим его! Поможете? Ага! Раз, два, толкаем! Давай, давай! Ну же! Кажется, он крепко застрял! Выкатывайся! Ого! Ну ты даёшь! Давайте все вместе с разбегу! Раз, два, три! Ох, орешек! Лови его! Держи! Держи! Стой, орех! Орешек! Ловите его! Стой! Держи! Орешек! Ой-ой! Ну вот, мы такой хороший орех нашли! А теперь из-за вас он утонет! Привет! А во что вы играете? Кажется, мы играем в игру «Спаси орех»! Точно! Давайте так! Мы с Луной будем толкать его из воды к берегу, а ты, Мила, нам поможешь! Ура! Здорово! А нам что делать? Да! А вы за нас болеете! Ага! Начали! Кажется, получается! Эй! Эй, Хоп! Взяли дружно! Раз, два! Подожмите! Молодцы! Получилось! Ура! Получилось! Интересно, а какое оно внутри? Снаружи, как деревяшка на вкус! Тьфу! 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 Вот где мой орех! Ой! А я-то думал, куда он укатился! А мы не знали, что это ваше! Ничего страшного! Это грецкий орех! Я как раз вез его вам из дальней рощи! Он очень вкусный! Вкусный? Очень! Прогрызем в нем дырку тогда! Подождите! Его надо сначала расколоть! Можно сделать это с помощью подручных средств! Давайте! Можно кинуть на него большой камень! Или сильно стукнуть по нему палкой! Кидать камень мы не будем! А сделаем с его помощью рычаг! Помогайте! Орешек, давай! Ай! Ха-ха-ха-ха! Ура! Получилось! Ура! Получилось! Вы молодцы! Угощайтесь! Вкусно как! Спасибо, Корней Кормевич! Спасибо! Спасибо! Сегодня мы узнали, что если действовать сообща, то можно справиться с любой задачей! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Не из пугливых! Вот! А это я пересекаю океан! Через шторма и бушующие водовороты! Временами приходилось сражаться с гигантскими спрутами! Прямо уж так и со спрутами! А то! И не сомневайся! Ничего себе! И ты не испугался? Страшнее было попасть в плен к диким туземцам! Но и тогда я не сдрейфил! А это? А это я спас одну деревушку от лесного пожара! Вот вы и со спрутами, и с туземцами, и в огонь! И что? Ни капельки не страшно? Для меня не существует слова страх! Вот такой вот у меня деда! Смелый и отважный! Ай! Пирог горит! Капочка улетела к сестрам, просила проследить! Видал? Какой бесстрашный! Так не бывает! Все чего-то боятся! И у отважного генерала Шера, наверняка, есть какой-нибудь скрытый страх! Сделаем так! Я имею в виду, я не имею в виду! Вот непогода разыгралась! Надеюсь, Капочка уже добралась к сестрам! Пожар! Пожар! Видал, как испугался? Может, он и правда бесстрашный? Так не бывает! Привидение! Кошмарное привидение! Вот что точно его напугает! Ты смотри! Мы, значит, привидение здесь разыгрываем устрашающее? А он спит! А может, генералу Шеру действительно все страхи нипочем? Прямо уж все! Точно, Пупсень! Все страхи! Привет, Пупсень! Какие страхи? Никакие, разные! Последний штрих и... Оп! Мазка абсолютного ужаса! Рога, клыки, когти, чешуя! Это уж точно испугает генерала Шера! Зачем? Зачем вы хотите напугать деду? Да не напугать, а проверить, действительно ли у него нет никаких страхов! Хе! Мой деда самый отважный! Ах! Но маска такая жуткая! Кого хочешь, напугает! Вот и проверим! Нет! Не будет этого! Бунтик, а ну верни маску! Нет! Ах! 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 Что случилось? Ой! Вот это страхолютина! Ах! Ах! Не бойся, внучек! Я лечу! Не смерь пугать моего внука! Ах! 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 Вы извините, что хотели вас напугать! Теперь-то мы точно знаем, что вы ничего не боитесь Это не совсем так Ваша маска действительно получилась очень страшной И, честно говоря, я здорово испугался Правда! Но за моего внука и его друзей я перепугался куда больше А ради этого можно побороть любой страх Бояться чего-то – дело обычное Но если ты поборол страх, тогда и стал по-настоящему отважным Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Не ради награды Выходит, зря я сажала эту клубнику Да, кто же это поедает ягоды? Каждое утро нескольких недосчитываемся Хотела испечь пирог на праздник урожая Что же делать? А что, если ягоды ночью охранять? Лунтик, не спи Опять ягоды стащат Вупсень! Э-э-э... Стой! Держи, лови его! Вупсень! Куда? Стой! Отдай клубнику! Эй, ты чего? Ай! Вупсень, что происходит? Эх, удалось ему скрыться! Я как чувствовал, да и думаю, посмотрим, не залез ли кто в огород Бабы Капы. Жаль, упустили наглеца. Да, Пупсень? Э-э-э, да. Как хорошо, что вы ягодку спасли. Их так мало осталось. А кто это был? Караулить надо лучше. Вот мы специально не спали. Как раз тренировались, чтобы клубнику охранять. С нами у вас ни одна ягода не пропадет. Так вы сами посторожите клубнику? Как здорово! Осталось всего несколько дней до праздника урожая. Пирог будет, объедение. Хорошо, что вупсень и попсень вызвались сторожить. С тех пор ни одна ягодка не пропала. Сомневаюсь я что-то. Молодцы, гусеницы, каждую ночь на посту. А давайте их наградим. Сделаем им настоящие медали из ореховой скорлупы. И покрасим золотой краской. А, хорошая мысль. Ребята проявили себя достойно. Ну, это уж слишком. Почему? Они рисковали собой, чтобы задержать вора и спасли ягоду. А это немало. Уж больно вовремя они там оказались. Что ты, Кузя? Надо верить друзьям. Генерал Шер, пост сдан. Пост принят. Идите отдохните, ребята. Я послешу за огородом. Лежим как дураки тут. Клубнику от самих себя охраняем. Я все думаю. Неудобно выходит как-то. Лунтик нам поверил? Ага. И наградить хочет. И теперь меня это мучает. Как его? Ну, совесть, что ли? Ой-ой. Какой сильный дождь. Похоже, что еще и с градом. Бежим. Попсень, клубника. Ее же градом побьет. Столько ночей истерегли. Зря, что ли? Надо куст закрыть. Скорей. Скорей. Ох, как же это мы. Такой и ливень был. А мы даже не проснулись. Надеюсь, вупсень и пупсень успели домой добежать. Копчи! Копчи! Ой, вупсень и пупсень. Ребята, зачем вы здесь остались? Копчи! Клубнику спасти! Клубнику спасти! Вы же настоящие герои! Какие мы герои? Мы вам вот что хотим сказать. Это мы таскали клубнику. Наградили! Не ожидал я! Пирогом угостят! Приятно! Лунтик поверил гусеницам. И от этого им стало стыдно его обманывать. А клубнику от дождя и града они спасли совсем не ради награды. Просто они участвовали в общем деле. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Чужаки. Ты чего? А ты чего? Вупсень, что это за шум? А я откуда знаю? Пошли посмотрим. Ага. Давай лучше на цветок залезем и сверху посмотрим. Смотри-ка, какие-то не наши жуки. Чужаки! Смотри, как их тут много. Ага. Вон сколько нашей травы набрали. Они что, теперь тут жить будут? На нашей полянке? В нашем лесу? Они же все слопают! Нам ничего не останется. А давай их прогоним. Точно. Как герои. Эти. Освободители. Так. Так. Так-так-так. О! Капочка. А у нас в лесу, похоже, гости. Где? Где? Какие они необычные. Я таких раньше не видел. Наверное, они из дальних стран. О, как интересно. Давайте сходим к ним, познакомимся. Шуршуля, помоги мне собрать угощение нашим гостям. Побежали скорей! Бабуля, можно? Хорошо, бегите. А мы с дедулей следом пойдем. Ура! 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 Это наш лес. Вот вам. Получите. Ура! Печь отсюда! Убирайтесь! Это наш лес! Ура! 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 А? Бежим! Спасаешься, кто может. Куда мы? Что случилось? Все бегут, и ты беги! Пустите нас! Нет! Ищите себе другой цветок! Этот наш! Пусть эти бешеные жуки теперь за вами гоняются! А мы уже набегались! А-а-а-а! Тише, тише! Что тут происходит? Шатра Кирделла! Шмерделлы! У вас шатер упал? Кирдерелла! Шатра! Шмерделлы! Это они его свалили? Шмерделлы! Шмерделлы! А зачем они в наш лес пришли? Да! И нашу траву рвут на нашей поляне! Вашу траву на вашей поляне! В вашем лесу! Ну, и в вашем, и нашем! Ага! Так все-таки в нашем лесу! Так вот, мы в нашем лесу любим гостей! Добро пожаловать! И раз! И два! И раз! И два! Ура! Полянку привели в порядок все вместе! А потом гости пробовали лакомство Бабы Капы и угощали всех своими диковинными блюдами! Новые соседи оказались отличными друзьями! Никто не хотел расходиться! Пир горой затянулся до поздней ночи! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Настоящее морское дно! Лунтик! Узя! Привет! Вы к нам! Поиграть? Мы с удовольствием! Только Пискарю Ивановичу ласты вернем! Мы обязательно с вами поиграем! Лунтик, смотри! А вот и Пискарь Иванович! Ах, какая красота! Настоящее морское дно! А ведь мои далекие предки жили в море! Они были морскими черепахами! Это просто чудо! Восхитительный осьминог! А какие замечательные рыбы! Ах, морской конек! Благодарю вас, Пискарь Иванович! Сегодня же верну вашу драгоценную книгу! Да не спешите, не спешите! Любуйте сколько угодно! Нет-нет, непременно занесу вам нынче же вечером! Спасибо, Пискарь Иванович! Ласты – это вещь! Нам очень понравилось в них плавать! А что, тетя Моти и правда морская черепаха? Да! Но, к сожалению, она никогда не видела настоящего морского дна! Так вот, сделаем для тети Моти настоящее морское дно! Поможете? С радостью! Конечно! Мы поможем! Вдруг она вообще из дома не выйдет? Должна выйти! Она обещала книгу вернуть! Ну, надо же! Книгу-то я и забыла! Такая стала рассеянная! Здрасьте! Здравствуйте, дети! А вдруг тетя Моти скоро вернется? Давай так! Ты украшаешь пруд, а я отвлекаю тетю Мотю! Еще раз благодарю, Пискарь Иванович! Всех благ, любезнейшая тетя Мотя! Всех благ! Быстро плыви к Лунтику! Узнай! Долго еще! Ой, тетя Мотя, здравствуйте! А я вас давно ищу! Здравствуй, Кузя! Слушаю тебя! А я тут... Ну, вот... Мы с мальками песенку придумали! Хотели вам спеть! Тетя Мотя проплывала, всем конфеты раздавала, А потом пустилась в пляс То ли в польку, то ли в вальс! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Спасибо, Кузя! Очень хорошая песенка! Э-э-э, тетя Мотя! Подождите! Еще не все! У нас еще танцевальный номер! Ох, ох, как голова кружится Пойду прилягу Тетя Мотя, стойте, подождите А как же? А-а-а-а-а Невероятно, о чудо Наш пруд превратился в море Так Лунтик, Кузя и Мальки сотворили для тети Моти морское дно И с тех пор она часто выходит из дома, воображая себя настоящей морской черепахой Привет, я Лунтик, я снова с вами На всякий случай Так, повторим еще раз Завтра у нас пикник Идем на берег реки, путь не близкий Поэтому выдвигаемся на рассвете Вопросы есть? А-а-а Слушаю А кто возьмет аптечку на всякий случай? Вот и бери ее, раз тебе так хочется По домам Завтра рано вставать Стойте А как же горячий чай И теплый плед И веревку надо взять Ничего себе набор для отдыха Зачем тебе весь этот склад? Ну как вы не понимаете? Ведь это нужные вещи Пчеленок Поступим вот так Я возьму побольше еды А ты бери нужные вещи А-а-а Что за дела? Сколько можно останавливаться? Такими темпами до речки мы дойдем только к вечеру Ух, вы Вы не волнуйтесь Идите вперед Я догоню А давайте разделим вещи Каждый возьмет по чуть-чуть И пчеленку будет легче Да ну Просто оставим рюкзак здесь Спрячем, накроем листьями А заберем на обратном пути Но как же Ведь это все может нам пригодиться Да ладно Не пригодится Чего плохого может случиться за один день? Эксперчем, накроем листьями Идем в reset Да А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Как же здорово! Самый лучший день в моей жизни! Хе-хе! Ну, пчелёнок, пригодился нам твой рюкзачок! Ха-ха-ха! Ой-ой-ой! Дождик! Скорее, спрячемся под лопухом! Так, а кто должен был проверить прогноз погоды? Э, да это грибной дождь! Через минуту закончится! Дождь! Ой, я забыл свой мячик! А-а-а! 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 Спасите! Пупсень, держись! Никак! Нужно что-нибудь подлиннее! Нету у нас ничего подлиннее! Верёвка! А-а-а! 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 Я больше не могу! Лечу, лечу! Хватайся! Тянем! Раз! Два! Три! Ха-ха-ха! 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 Когда идёшь на пикник или в поход, очень важно позаботиться не только о развлечениях, но и взять всё необходимое, на всякий случай. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ух ты, смотри! Это же Баба Капа! Какой у неё букет большой! Праздник цветов! А вот и дедуля. Это они с дядей Шнюком газету выпустили. Слушай, Лунтик, а давай тоже свою газету издадим. Представляешь, как все обрадуются? Точно! И расскажем в ней обо всех событиях нашего леса. Так, нам понадобится ручка, блокнот. И фотоаппарат. Газета. Вперёд за новостями! Ура! Вперёд! Эх, жаль, никаких праздников нет. И конкурсов тоже. Не расстраивайся, Кузя. Пойдём к дяде Шнюку. Может, он чем-нибудь интересным занят. Да, что-то нам не везёт. О, а пойдём поищем гусениц. Уж они-то наверняка что-нибудь затеяли. Всё, я больше не могу. С такими новостями мы точно газету не сделаем. Может, мы просто плохо искали? Да мы уже всех обошли. И ничего. А представляешь, какие могли бы быть заголовки? Гусеницы научились летать. Или изобретена чудо-машина. Ах, если бы мы могли сами новости придумать. А что? Это идея. А-а-а! Ой! А-а-а! Вот послушай, как тебе заголовок. Изобретена машина для выпечки пирогов. Ага. А если так? Найден клад древних пчёл. Смотри, Кузя, наши бабочки похожи на дракона. Точно, так и напишем. Таинственное появление дракона. А вот ещё новая проделка гусениц. Кузя, Кузя, а может, всё-таки не стоит писать неправду? Не волнуйся, Лунтик. Вот увидишь, газета всем понравится. Смотрите, девочки. Да это же Вупсень. А рядом Пупсень. Ха-ха-ха-ха. Эй, вы над чем тут потешаетесь? Дайте нам посмотреть. Что? Да ничего этого не было. Это кто-то придумал. Гусеницы-привидения. Смейтесь, смейтесь. Тут и про вас есть. Да. Ты только погляди, Вупсень. Вот это страшилище. А какой огонь. Ха-ха-ха-ха. Ого. Ну, что я тебе говорил? Смотри, сколько народу собралось. Привет. Вам понравилась наша газета? Понравилась. Как вы могли про нас такое написать? Это же неправда. Про себя бы лучше что-нибудь сочинили. Во-во. Ну, я... Я думал, так будет интересней. Кузя, в газете нужно писать только про то, что на самом деле произошло. Мы так и хотели, но ничего не происходило. Так вы бы у Шнюка или у нас спросили. Вот капочка, например. Пока вы свои небылица сочиняли, огромный пирог для всех испекла. А я новый музыкальный инструмент изобрел. Вот. А мы такое красивое платье сшили. А мы, между прочим, сегодня ни одной гадости никому не сделали. Могли бы и про это написать. Кузя и Лунтик сделали новую газету. И правда оказалось намного интереснее всяких выдумок. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Лучше постучаться. Все равно тебе водить. Лунтик, ты водишь. Ладно. Считай до ста. И не подглядывай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. У тебя хвост торчит. А так? А так мой торчит. Бежим в другое место. Бежим. Я иду искать. Прячемся. Кто не спрятался, я не виноват. У нас ноги торчат. Опусти лист. Ты чего делаешь? Нас же видно. Отпусти лист. Опусти лист. Отпусти лист. Не ной. Бежим прятаться. Сюда, пупсень. Кузя, вот ты где. Я тебя нашел. Прячемся. О, сюда, пупсень. Пум-пурум-пум-пум-пурум. Ну, вот и все. Ай. Ой-ой-ой. Ай. О, ай. Ага. Мы, это, эээ... Ну, мы пойдем. Ага. Некогда нам. Погодите-ка, голубчики. Куда это вы собрались? Играть. Да, в прятки. Ах, играть. А я тут уборку делал. Заканчивал, знаете ли, уже. Ну, и не будем вам мешать. Мы уже уходим. Э, нет. Э, почему? Потому что прежде чем войти, нужно было постучаться. И спросить разрешение. А вы ворвались без стука. Все опрокинули. Смотрите, какой беспорядок. Теперь вы должны за собой все убрать. Давай, Пупсень, бери тряпку. Хе-хе. Ага. Собирай воду. Хе-хе. А ты, Пупсень, поднимай лестницу. Эй. Пупсень, возьми тряпку двумя руками и собирай воду, а не размазывай. Выжимай в ведро. А ты не стой, Пупсень. Возьми швабру и помоги брату. Ой. Ай. Ах ты так. Получай. Ай. Не отвлекайтесь. Продолжайте уборку. Эх. Ах. Дядя Шнюк, кажется, все. Можно мы пойдем? Ну, пожалуй, все. Можете идти. Но в следующий раз, прежде чем к кому-то войти, постучитесь в дверь. Запомнили? Да. Да. До свидания, дядя Шнюк. До свидания, дядя Шнюк. Так вот, где вы прятались. Я бы никогда не догадался там вас искать. Какие вы смелые. Да, молодцы. Но мы уже наигрались в прятки. И теперь идем к Лунтику пить чай. Идемте с нами. Да, да. Идемте. Я первый. Нет, стой. 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 Подожди. Подождите нас. Не открывайте. Да, да. Можно войти? Входите. Какие вы молодцы, ребята. Постучались и спросили разрешения войти. Садитесь к столу. Давайте пить чай. Так, гусеницы надолго запомнили, что прежде чем войти, нужно постучаться. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Волшебная кастрюля. Ты готова, Капочка? Почти. Вот только поставлю на место кастрюлю. Давай помогу. Сколько лет ты варишь в ней варенье, и она становится все вкуснее. Прямо волшебная кастрюля. Это точно. Что волшебная? А вот кастрюля варит варенье волшебной вкусноты. Волшебная кастрюля. Лунтик, мы улетаем в гости к моим сестрам. Не скучай. Здравствуй, Мила. Привет, Лунтик. Мила, что я тебе сейчас расскажу? Представляешь, у нас, оказывается, есть волшебная кастрюля. Волшебная? Да. А, деда сказал, варишь в ней варенье, а оно вкуснее с каждым разом становится. Ой, как интересно. А можно нам попробовать? Я как раз хочу это сделать. Надо набрать земляники. Поможешь? Конечно. И которая же из них волшебная? Вон та. Видишь, как сияет? Ага. Помоги мне ее снять. Цела? Кажется, да. Тогда начинаем. Лунтик, ну что же вы, забыли? Сегодня выступление мальков. Догоняйте. Ой, и правда, чуть не забыли. Бежим скорее. А как же варенье? Так это же волшебная кастрюля. Она сама все сделает. Не беспокойся, идем. Ура! Браво! 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 Молодцы! Браво! Ура! Здорово они выступали. А теперь самое время выпить чаю с вареньем. Да, наверное, уже все готово. Мы с Милой испытываем волшебную кастрюлю. Кастрюля! Варенье! Ребята! Да, попили чайку. Какой ужас! Неужели волшебная кастрюля сломалась? Может, так и должно быть? Давайте попробуем варенье. Ну, как? Наверное, все же она испортилась, когда мы ее уронили. А вот и мы. Ой! Что это здесь происходит? Баба Капа, прости. Мы испортили твою волшебную кастрюлю. Да, уж вижу. Как она пригорела, бедняжка. Это еще не беда. Это я очищу. Мы нечаянно ее уронили. И она... Она... Она перестала быть волшебной. Подождите. Давайте с самого начала. Значит, кастрюля не волшебная? Конечно, нет. Просто капочка столько лет варит варенье. Что научилась это делать так, как будто кастрюля сама его варит? Секрет здесь очень простой. Ко всему, что вы делаете, нужно относиться с любовью. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Невидимая грязь. Ага. Сдавайся, дракон. Тебе меня не победить. Я тебя съем. Я злой и очень голодный. Кто тут злой и голодный? Идите обедать. Ура. Ура. Обедать. А руки кто будет мыть? Ребятки, ну-ка, помогите мне дотащить это до кладовой. Я вот на улице ягод набрал. Стойте. Руки мыли? Конечно. Вы же сами видели. А после корзины? Зачем? Надо. Корзина же грязная. Но, баба Капа, смотри. Руки совсем не испачкались. Испачкались. Просто это грязь невидимая. Ты что-нибудь видишь? Нет. А ты? Я тоже не вижу. По-моему, никакой разницы. Баба Капа, а ты невидимая грязь можешь увидеть? Что ты? Невооруженным глазом её не видно. А как же быть? Я знаю, чем можно вооружиться. Ну как, что-нибудь видишь? Не-а. Может быть, тут темно? Да. Давай подойдём к окну. О! Теперь у тебя на руках наверняка есть невидимая грязь. Дай-ка я гляну. Ну как? Видно? Ничего не вижу. Очки не работают. Вот что подойдёт. Нет, через лопу тоже не видно. А что же может увеличить ещё больше? Шершуля, не мог бы ты ненадолго оторваться от своей трубы? Помоги мне, пожалуйста, бельё развесить. Подзорная труба! Иду, Капочка. Эх, ничего не видно. Надо её снять. Ну как? Ничего не вижу. Дай я посмотрю. Вот. Что это? Что здесь происходит? Зачем вы трубу сняли? Вы же могли её разбить. Мы хотели рассмотреть невидимую грязь на руках. Но её даже через подзорную трубу не видно. Мы уже все извалялись. А этой невидимой грязи всё нет. Ох, ребята. Для того, чтобы увидеть эту грязь, подзорной трубы недостаточно. Тут нужен микроскоп. Шершуля, покажи им. Это и есть микро... Как его там? Микроскоп. Он такой маленький. Гораздо меньше подзорной трубы. Зато увеличивает в сто раз больше. Ого! Готово. Можете смотреть на свои руки. Ну-ка. Это что? У меня такое на руках? И у меня? Ужас какой! Ребята, ягоды будете? Ага. Только руки помоем. С тех пор Лунтику и Кузе уже не нужно было напоминать о необходимости мыть руки перед едой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова